Денис Зиновьев еще сказал такую фразу, что не Чарльз Гласс, не Милаш Тарцев не разбираются в анатомии. Здесь я с ним не соглашусь, точнее, наверное, правильнее будет сказать, предположить, что не разбираются они в биохимии. Не читали Виктора Николаевича Силуянова или какого-нибудь другого грамотного человека, поэтому они и предлагают такие методики тренинга. Но нужно понимать, что тренируют они людей, которые сидят на очень тяжелой фармакологии. Я даже не буду перечислять, что и в каких дозах они принимают. Поэтому, тренируясь в таком безбашенном режиме, закисляясь чрезмернейше, они еще умудряются расти. Представьте, что было бы, если бы они тренировались более научно обоснованно, научно грамотно. Здесь я с Денисом целиком не полностью согласен и поддерживаю его. Но говорить о том, что такие люди, которые сами тренировались, сами были выдающимися спортсменами, тренируют многих людей, не знают анатомию. Или кинесиологию, конечно же, неправильно. Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Такое спонтанное видео. Вчера мне звонил по скайпу Юра Спасококонский. Мы с ним разговаривали о видеоролике, который выпустил наш общий знакомый. Надеюсь, что друг Денис Зиновьев. И Юра по дружбе со мной обсуждал этот ролик. Говорил, с чем он согласен, с чем не согласен. Вы уже видели, Юра тоже выпустил ролик по этому поводу. Позволю себе высказать свое личное субъективное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции. Понимаю, что могу сам во многом ошибаться. Но, так как есть потребность в этом, многие из вас мне уже написали. Тоже Юра, мой друг, тоже просил, чтобы я высказал свое мнение. Поэтому, друзья, получайте. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак Фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались. Улучшая свое здоровье, качество своего тела. Во-первых, самое главное, что понять нужно нам всем. В наш век таких развитых технологий, мы, к сожалению, в плане понедельном опустились ниже, чем были до этого. Почему? Это связано с тем, что смысл слов потерял свое значение. И когда кто-либо из нас что-либо говорит другому человеку, по сути, мы с вами, воспринимая эту информацию, не получаем ту информацию, которую передает человек. По той простой причине, что понятийный аппарат каждого слова у нас может быть разный. Или некоторых слов. Или просто мы пропускаем все через призму своего опыта, своих знаний. Это все очень важно понимать. Что я услышал из ролика Дениса Зиновьева. И с чем я не согласен. Скажу сразу, что в принципе Денис говорит правильные вещи, особенно с точки зрения науки. Мы все это знаем, кто следит за тем, что говорил Виктор Николаевич Солуянов, о чем говорят его ученики, последователи, да кто просто читает анатомию, физиологию. Многие сами понимают, что к чему. К примеру, если вы работаете на бицепс, какое упражнение вы бы не делали, друзья, всегда работают, всегда задействованы обе головки. Нельзя каким-либо образом, чтобы это имело существенный результат, перенести нагрузку на внешний или на внутренний пучок. Это невозможно. Единственное, как мы можем увеличивать наши бицепсы, это тренировать их на увеличение, на гипертрофию. Естественно, за счет гиперплазии миофибрил. Как в окислительных, так и в гликалитических мышечных волокнах. Это нужно понимать. Отдельно какой-то пучок накачать невозможно. И профессиональные атлеты это подтверждают как раз таки своим опытом. Почему? Да потому что, посмотрите, есть много людей, которые стоят на сцене Арнольд Глассик, Олимпии, и у которых есть недостатки, есть изъяны в той или иной мышечной группе. Почему они их не поменяют с этой точки зрения? Да просто потому, что анатомически, физиологически это невозможно. Точно так же, если у вас длинные сухожилия, а сухожилия, повторяю, это то, что связывает кость с мясом, то вы никак не сможете опустить ваш бицепс, если он у вас высокий. А высокий он у вас только потому, что у вас такое определенное крепление сухожилий и у вас длинное сухожилие. Все это обусловлено генетически. Поменять это мы с вами не можем. Только, повторяюсь, увеличивая или уменьшая мышечную массу той или иной мышечной группы, мы можем влиять на ее форму. Невозможно увеличить пик бицепса каким-то определенным упражнением, если у вас генетически этого пика нет. Почему, посмотрите, опять-таки приведу в пример профессиональных атлетов, в которых бицепсы большие, шарообразные, почему они не делают себе пик? Задайтесь этим вопросом. Что касается широчайших. Широчайшая тоже всегда работает целиком и полностью. Но никоим образом нельзя задействовать верх широчайших, низ широчайших. Я вообще не представляю себе даже, как можно делить мышцу на какие-то сегменты, на какие-то куски. Вы сами себе представьте. Возьмите цельный кусок резины и попробуйте его растягивать таким образом, чтобы он растягивался в каком-то определенном участке. Естественно, это даже логически невозможно представить себе. Но в чем не прав Денис? И Юра это заметил. Самое главное, друзья, нужно понимать, что мы с вами несовершенны. Мы не можем быть ни в чем уверены на 100%. Как только ты, как тренер, как учитель, как не знаю кто, как художник, как писатель, начинаешь думать, что ты достиг совершенства, все, друзья, ты остановился в своем развитии. Вот на это нужно обращать внимание. И еще единственное такое замечание, не воврек опять-таки Денису, он говорит, что невозможно прокачивать отдельные пучки. Действительно, в большинстве мышечных групп это невозможно. Но он не говорил про дельтовидные и про грудные мышцы. Я тоже думаю, что Денис знает и понимает, что дельтовидная мышца это три разных пучка, хотя это одна мышца. Но волокна у них имеют разнонаправленный вектор. И невозможно каким-то одним упражнением прокачать все три пучка. Кстати, это ошибка и моего друга Юры Спасулковского, который в своем видеоролике сказал, что он делал базовое упражнение на все три пучка. Нет таких пучков, друзья. Наверное, Юра тоже просто оговорился. Возможно, в жимах можно задействовать по-любому передний пучок, и, возможно, работает немножечко боковой. Но, друзья, все три пучка не работают ни в одном движении. Что касается грудной мышцы, действительно, там тоже волокна верообразные и разнонаправленные. И действительно, можно в специальном действии направить нагрузку на верх грудных. Но здесь нужно понимать анатомию, понимать кинезиологию движения, и почему многие качают грудные мышцы на наклонной скамье, но верх грудных у них все равно не растет. Да потому что просто не соблюдается, как раз таки, вот, чтобы ваша ключевая кость совпадала с вектором движения. А многие еще выгибаются в такой мост, что практически получается горизонтальный жим. Поэтому, друзья, вы все сами прекрасно понимаете. Но ролики Дениса Зиновьева очень-очень грамотные. И с точки зрения тех современных знаний, которые сейчас есть, они довольно-таки весомые. Что касается Юриста Сококотского, в его ролике я не согласен только с тем, что анатомию можно выучить за два часа. Да, друзья, анатомию и за два дня, а некоторыми за два месяца не выучить. Ведь недостаточно запомнить название мышц, недостаточно запомнить название костей. Это то, о чем я всегда говорю, почему знания не всегда есть в понимании. Конечно, можно просто тупо заучить. Но что это даст в плане понимания? А вот разобраться в тонкостях анатомии, какая мышца выполняет какую функцию, как она называется, это, друзья, занимает время. Поэтому, Юра, здесь я с тобой не согласен. Но, в принципе, посмотрев ролик Дениса и посмотрев ролик Юры, я не увидел, в принципе, никаких разночтений, разногласий. Просто каждый где-то что-то недоговорил, каждый где-то что-то, может быть, чуть-чуть неправильно понял. Так что, друзья, давайте жить мирно, дружно, развиваться. Меня тоже очень многие критикуют за то, что я часто показываю свои тренировки, и они не соответствуют тому, чему учил Виктор Николаевич Силуян. Ну, друзья, так я тренируюсь. Я не всегда тренируюсь четко по рекомендациям Виктора Николаевича, хотя у меня в программах присутствуют и исключительно тренировки целиком и полностью по шаблону, как нам завещал Виктор Николаевич. И на гликолитические, и на окислительные мышечные волокна. Но когда я тренирую гликолитические мышечные волокна, я часто позволяю себе отдыхать не 5-10 минут между упражнениями на одну мышечную группу, ну, это не касается ног и спины, потому что там действительно устаешь очень сильно, но на грудные, на бицепс, на трицепс, на те же дельты, на малые мышечные группы, мне часто достаточно 2-х минут. И, как говорит наш общий друг Юра Стаслухоцкий, практика здесь показывает, что, друзья, она работает. Возможно, она работает сейчас на мне, потому что я с недавних пор на темной стороне, о чем я не скрываю, но это наоборот, мне помогает быть более откровенным и более понимать разницу. Ведь у меня огромнейший опыт 25 лет тренинга в натураху, хотя многие говорят, что я всю жизнь тренируюсь на фармакологии. Но, видать, как всегда, людям больше известно об этих людях, чем им самим. Я, друзья, еще услышал в ролике у Юры замечание, опять-таки, к Денису Зиновьеву по поводу широчайших и бицепса. Так вот, друзья, я в следующем ролике, не пропустите его, чтобы не затягивать этот, расскажу подробно, почему, как и когда подтягивания лучше для бицепса, чем сгибания концентрированные или даже подъемы штанги на бицепс. Не пропустите. Друзья, надеюсь, вам нравятся мои ролики. Я вижу по соотношению лайков и дизлайков, что нравится. Обязательно, если считаете, что они полезны, поставьте лайк, напишите комментарий, поставьте дизлайк, тоже напишите комментарий, что вам нравится, что не нравится, какие темы вы бы хотели видеть в следующих роликах, чтобы я поднимал, озвучивал, рассказывал. Все это важно для меня, для того, чтобы я делал полезный и, в первую очередь, интересный контент для вас, чтобы канал развивался. Если хотите не пропускать новые ролики, то обязательно нажимайте на колокольчик. Это тоже очень и очень важно, но уже для вас, потому что новые правила YouTube, если вы не нажали на колокольчик, не будет вас YouTube предупреждать о том, что вышли новые ролики. Вы можете их просто пропустить. Спасибо, что смотрите. Обязательно делитесь моими видеороликами в своих соцсетях. Не забывайте, что у меня есть группа, закрытая платная группа, где на каждую новую неделю я выкладываю программы тренинга. Отдельно для парней, отдельно для девчонок. Рассчитанные как раз по принципу периодизации. И мы тренируемся уже из года в год, не первый год. Скоро Новый год. Скоро, друзья, кто уже состоит в моей группе, а нас 238 человек, приближается очередной отчетный период, когда мы с вами будем проводить тестовую тренировку. Ну что, друзья, всем сухой мышечной массы и силы без травм. Продолжение следует...